И быстрый ответ от Салавата Юлаева. Рэмпал в дальний и там спас, там спас Фальковский. Шайба катилась уже в ворота. Всем привет, дорогие друзья. Это фондбет чемпионат континентальной хоккейной лиги Уфа-арена. Сегодня здесь без сомнения, вот вообще без вариантов, просто основная игра всего сегодняшнего дня. Роман Борисович, добрый вечер. Ну и первый вопрос. Соперник пригласил вас на предматчевое шоу по НХ-шоу. Такое башкирское гостеприимство, как вы считаете, пытались ли они усыпить вашу бдительность? Ну и как, собственно говоря, общение интервью? Добрый вечер, да. Спасибо за подарки, за торт, за мед и за такой душевный разговор. Мы одна большая хоккейная семья и нам нужно быть вместе и популяризировать хоккей. Поэтому такие акции, это точно популяризирует хоккей. Мы завершаем пятиматчевую домашнюю серию игрой со СКА одним из лидеров Запада. Такое, знаете, наверное, и дополнительной мотивации не нужно, да? У нас сегодня хороший тест, да. Мы играем против одного из лидеров Западной конференции, да. Поэтому важный матч, опять же, дома перед нашими болельщиками. Очень ударно провел первый отрезок чемпионата СКА. То Салават Юлаев пока еще втягивается. Трехсотый матч сегодня для Андрея Педана. Поздравляем его. Вот такой юбилей. Так, здесь Салават Юлаев вывел шайбу из зоны и побежал к ней Зайцев. Шаров рядышком. Зайцев играет через ближний борт. Педан сыграл в центр. У Григоренко шайбу отбирают шансу Салавата Юлаева. Лива на пятак. Момент. Заврагин справляется. А Лалыкин пытается добавить. Лива бросается отрицательного угла. Замечательное начало от уфимцев. Защитники часто подключаются вперед. Взаимозаменяемость очень хорошая. Вот, может быть, опасно. Передача на пятак. Ну и там ногой, конечно, коснулся шайба Кузьмина. Атака продолжается. И еще бросок от Энтони Деанжело, с которым справляет Самонов. Никишин. У него слева Воробьев. Передача на Воробьев. Воробьев на Деанжело. Деанжело. Ложный забав. И как красиво Деанжело ворота объехал, но не забил. Отличная передача от Воробьева. И как Деанжело. Здорово. Василевский, который уже находился без клюшки, вынудил его нырнуть. Он упал. И здесь Самонов, конечно, был бессилен. Он прижался в ближней штанге. Но прекрасное действие Шарова, который спустился вниз, как на роли защитника. Помогает Андрей Пидан. Ну и, конечно, да, спокойненько в среднюю зону Пидан шайбу вывел. Ян. Так, вот это может быть опасно. Ян бросил добивание. Гол 1-0. Егор Сучков открывает счет в этом матче. Очень долго Егор Сучков молчал. И долго все ждали от него заброшенной шайбы. Но здесь, конечно, здорово сыграл Ян. Подхватил, с ногами добавил. Бросил. Заврагин не смог зафиксировать шайбу. И на втором движении Сучков был первый на добивании. И уже отправил шайбу в ворот. А вот хороший пас. И Кузьмин побежал с броском. Отбил Самонов. Алистров на Кузьмина. Снова шайба у Алистрова. Алистров, Кузьмин за воротами. Там шайба подпрыгнула. Помогает здесь. И Захар Бардаков отдает на синюю линию. Никишин с броском. Самонов. Ставит встречу на паузу. Это извини, если я перебиваю. Во-первых, у меня это не самая хорошая моя способность. Во-вторых, ну там момент был просто. Я вот задумался, почему он не отдал Шарову сразу. Но об этом чуть позднее. Лива с шайбой. Передача. Шаров. Бросок с близкого расстояния. Заврагин тащит. А потом еще было и добивание Лалыкина. Кузнецов теперь выбрал точку справа. А он имеет право выбирать шайбы Демидов. На Плотникова. Пидан Демидов. Так, вот шанс для Ивана Демидова. Он бросает и вновь на месте Самонов. На Де Анжело сыграла. Здесь отбор от Артема Пименова. И Пименов еще побежит и обгонит здесь Де Анжело. И Де Анжело хватает 2 минуты штрафа. Он попал. Да ладно, что Жен-то не кричит. Так он прям Пименову по визору попал. Перевод в центр Рэмпл. Падение. Момент у Салавата. Рэмпл лежа бросает. Попадает в Тодда. Там бросок не сильный. Трибуны погудели. Как хорошо, что у нас показывают спорные моменты на экране. Потому что сейчас показали ситуацию, где Рэмпл упал. И понятно, что Уфа-арена засвистела. Щелчок от Синий. Алалыкин. Попытка броска. Неудачная. Перехват от Горшкова. Снова Воробьев. Снова Горшков. Грицу приехал помогать. СКА просто ждет перерыв, судя по этим действиям. Ну что же, первый период завершился. 1-0. Поделись впечатлениями. Какие впечатления ставил этот первый период? Это классный период. Считаю, что команду не нужно было настраивать на такую команду. Потому что все сами все понимают. По периоду. Я думаю, болельщикам понравился этот период. И нужно так же продолжить. Помог отобрать шайбу. И вот шанс для Салавата Юлаева. Хмелевский бросает сам. А здесь добивание будет. Ну, какое и никакое от Рэмпла добивание случилось. Ну, справился Заврагин. Ну, здорово. Заврагин выкатился. Выкатился не так далеко. Тем самым он себя, получается, не отрезает от створа ворот. Бросок справа у фланга был от Владимира Алистрова. Так, вот шанс. И это гол. Это Захар Бардаков. 1-1. СКА отыгрывается. Отличный момент. У Захара Бардакова оказался. И он решил использовать его сам. Только оказался коридор. Вышел на 1-1 с Самоновым. И с неудобной руки под щитком отправляет шайбу в дальний угол ворот. Посмотрим, как это было. Или между ног попал. Как думаешь? Ну, здесь под щитком она проходит. Тут больше к дальнему углу. Кузнецов. Не пошла передача. А тут Кузнецову-то обороняться. Ливо. Передача. Алалыкин в их 1-1 не забивает. Данил Алалыкин. Шайба под Заврагиным. На синей линии отказался Евгений Кузнецов. Давайте смотреть на Заврагина. Вот Алалыкин. Он Заврагина вообще не коснулся. Хотя чуть-чуть клюшкой. А дальше? А, Кремопедан коленкой в голову въехал. Вот что случилось-то. Скажу, что самое неприятное для голкипера вот как раз в этом моменте, что Фидан попал ему в челюсть. Толчинский. Григоренко. Нет, он до шайбы не дотянулся. А это уже Джошуа Лива. Обыгрывает Никишина. 2-1 Джошуа Лива. Салават Юлаев выходит вперед вновь в этом матче. И посмотрим, как это было. Вот позиционная атака СКА. Здесь борьба за шайбу. И отдает Ефремов передачу. Под синюю линию Джош Лива убирает Никишина. И из-под ноги защитника бросает в ближний угол для Заврагина шайбу. Да, по-моему, она еще срикошетила. Я вот только пытаюсь понять, от чего. Чуть ли не от... Знаешь, там рикошет от клюшки Никишина был. Лива меняется местами с Нейтаном Тоддом. Ну или такое желание, во всяком случае, было. Передача на пятак. Нейтан Тодд не забил. Стараются широко сыграть хоккеисты Салавата Юваева. Глотов. Зыков. Глотов. Нужно бросать. Передача на Грицука. Грицук тоже отдавал и не стал бросать в касание. Арсений Деанжело. Щелчок. И шайба застревает в Самонове. Немного показалось, что Арсений Грицук передержал шайбу у себя. Мог, конечно, бросить в касание. Но принял решение подождать. Прям в соперника попал. Шанс для Салавата Юлаева. Побежал Хмелевский. У него слева Денис Ян. Налива. А вот тут Хмелевский и чуть в свои скани забивает. Ян бросает с разворота. Бросок неточный. Ну вот здесь опасный момент. Да, и как вот здорово Заврагин прочитал. Это передача потенциально опасная атака. 3-1. Да, можно разрывать. Но здесь уже сблизились. И Хмелевский отдавал шайбу прямо перед носом. Буквально Заврагина. И он здорово сначала перехватил клюшкой. Потом доработал ловушкой. И Нюк попадает в... Комарова. В Александра Комарова. И быстрый ответ от Салавата Юлаева. Рэмпал в дальний. И там спас. Там спас. Фальковский. Шайба катилась уже в ворота. И мы, конечно, этого не видели. Но предположить-то можно. Фальковский с ленточки снимает ее. А вот здесь уже с ногами побежал Пименов. Пименов. Придача направо. Плотников вернулся. А Лалыкин. А Лалыкин налево. Щелчок. Лево. Гол. Гол. 3-1. Салават забивает. И делает это Артем Пименов. Ну, это логическое завершение многочисленных атак Салавата Юлаева. Очень много и ярко они атаковали во втором периоде. И здесь, конечно, ну, провал, наверное, в обороне СКА. Была ничейная шайба. Лалыкин первая дает передачу. Бросок. И Пименов первое на добивание. Один. Одинешин. Он остался на пятаке. И Заврагин был бессильен. А вот армейцы-то могут попробовать. Да, Никишин. Передача на Де Анжело. Вот так Де Анжело в центр сыграл. Глотов. Время-то было, но шайбу потерял. Василий. Итог второго периода. 3-1. Очень результативно сыграли команды. Захар, ну, СКА это такая команда, на которую настраивается любой коллектив, любой соперник в лиге. Вот насколько это сейчас ощущается по двум периодам с Салаватом? Да никак не ощущается. Сами села, мам, игру, бежим куда-то. У нас там, как хорошее выражение, у нас там хата горит. А мы куда-то все бежим. Надо чуть успокоиться нам, да, выйти и сыграть в сильных сторонах. Через запрос действует хоккеист СКА, чтобы оказаться в зоне Салавата. Но тут их плотно встречают. Вдвоем против одного хозяева побежали Александр Шаров. И это спасение Заврагина. Заврагин коснулся. Это не Шаров не попал, там задел Заврагин. Хороший пас. Так, момент у Григоренко. И он бросал в противоход Самонову. Шайба тут еще срикошетила от клюшки Аллыкина. И такая закрутилась. Но летела не сильно. Начинали его. Шаров. Назад сыграл. Рэмпл. А вот Рэмпл не сыграл. И Никишин. Смотрите, это момент у Бордакову. Выход один на один. Захар не забил. Конечно, тот случай, когда прямой пас не проходит. Но человек настолько талантлив и быстро ориентируется, что отдает от борта. Так это здорово в том плане. Как раз Никишин не забыл, что они в меньшинстве. Проброса не будет. Паузу выдержал. Снова через Д'Анджело. Направо. Щелчок. Касание Григоренко. 3-2. СКА забивает в этом большинстве. Ну и, между прочим, смотрите, это вообще тренерский ход. Во-первых, сняли вратаря. Во-вторых, был Никишин. Сейчас Никишина убрали. Вышел Григоренко. Потому что в предыдущем розыгрыше в шестером Григоренко там не было. Григоренко вышел сейчас именно после паузы. И он забил. Голенюк попал в соперника. Фальковский. Включение в атаку. Передача направо. Будет бросок? Да, будет. Самонов отбивает. Обросал Захар Бардаков. Бардаков бросал в дальний угол над плечом. Но Самонов вовремя сориентировался. Очень интересный момент. Демидова не могли двое остановить. Он проборался в глубину зоны. Шарова тоже не могут остановить. Шаров на Рэмпла. И он опять не забил. Просто Заврагин оставляет свою команду в игре сейчас. Но сейчас вынужден СК раскрываться, конечно, потому что они начинают вот играть. И здесь вот, конечно, неудачный силовой прием. Шаров хорошо от него увернулся. Отдал передачу на Рэмплу. Но Рэмпл уже сблизился с Заврагиным. Хотел под щитком пропустить шайбу. Грицук. Шайба у СК. Грицук. И вот момент. Даже она там попала. Михаил Воробьев просто не забил. Рэмпл побежал. Возможно, заканчивать. 4-2. Это еще не конец. Две минуты. Но два гола за две минуты забить будет очень тяжело. Мне интересно, куда там бросил Воробьев. Посмотрите. Здесь вообще шанс был забить. Именно у игроков СК. Вот тут Воробьев. Да. Мимо, мимо, мимо. Там кто-то говорил про то, что в матч с Локомотивом в пустыне попал Глотов. Совершенно верно. Что не хватило сил, потому что СК в три звена играет со второго периода. Ребята, это тогда сейчас вы будете говорить то же самое и сейчас. Воробьев к борту шайбу откинул. Дальше через Никишина. А она поехала. Причем игроки СК же. Назад передачу делали, поэтому здесь нет проброса, ну и нет победы для армейцев в этом матче. Салават выигрывает со счетом 4-2 и хорошо так заканчивает свою домашнюю серию. Роман Лотенберг, главный тренер команды СК, подведет итоги встречи. Сегодня поиграли в разных форматах. И 3 на 5, и 4 на 4, и с пустыми воротами. И был где-то риск оправдан, как за 8 минут все получилось. Скажите, как вам игра команды и как вам сегодняшняя встреча? Был такой хоккейный праздник. Я думаю, болельщикам игра понравилась. Мы немножко отошли от тех наших стандартов, которые нам приносили победу. В первую очередь дисциплина команды. Это переигранные смены. Нам нужно это улучшать. И тогда мы не будем сами себя загонять в такую ситуацию. А в целом хочу поблагодарить команду за самоотдачу. Хочу поблагодарить соперника за хорошую игру. Была яркая игра, сильный очень соперник. Очень здорово сыграли иностранцы, они мастера. И поздравляю с победой Салават Юлаев. Виктор Николаевич, поздравляю вас с победой. Как вам матч против СКА? Удалось ли Салавату показать сегодня характер? Мы играли сегодня против лидера конференции. Да, то есть ребята отдали сегодня 110%. Давайте попробуем подвести итоги пятимачевой домашней серии вот с такой красивой точкой, с такой победной красивой точкой. Не красивая точка, важные два очка. Важно было сегодня СКА победить при наших болельщиках. То есть это, я считаю, что ребята сегодня сыграли хорошо, проявили характер. И так как нас поддерживала сегодня арена, я думаю, что игра болельщикам нашим тоже понравилась. Слава Молочко, важные два очка. Хорошо сыграли сегодня все 60 минут. И вы имели характер. Все не били с друг с другом. Парни, Молочко. Парни, я думаю, что у меня все кайфынули от атмосферы, от игры. Но без Салавана будет здорово. Мужчки, красавцы. Давай запомни состояние. Друг за другом 60 минут бьемся. И всех, надо без разницы с кем играть. Красавцы. 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 Продолжение следует...